Привет дорогие мои друзья! В первой части этого видео мы с вами монтировали внешний контур на основе двух тепловентиляторов, размещенных на улице. Многие из вас правильно догадались, внешний контур этот будет охлаждать иммерсионное масло. Идея покупки иммерсионной ванны преследует меня еще со времен проекта «Умный дом Xiaomi». Еще тогда, два года назад, иммерсионную ванну хотел использовать для отопления дома в зимнее время года, ну а летом нагревать воду в бассейне. Почти сразу начав жить в своем доме, я понял, что буду его продавать, свой дом слишком хлопотно, поэтому иммерсионную ванну туда и покупать не стал. Идея охлаждения оборудования иммерсионной жидкостью меня настолько сильно привлекала, что я решил, несмотря ни на что, реализовать проект, пусть даже в условиях небольшой городской квартиры. Ну а почему бы и нет? От этого, как мне кажется, проект получится еще интереснее. Пришла ванна из Москвы деловыми линиями, вот в таком виде, и по инициативе моего друга, ну а что, говорит Саня, давай ее сами заберем, быстрее будет. Мы решили забрать ее сами. Знаете, как было весело? Вот эту штуковину весом под 100 килограмм везти через весь город, крышка багажника ведь не закрывалась, а потом еще и в квартиру вдвоем затаскивать. Вы можете также себя развлечь, но лучше не надо. Итак, иммерсионная ванна от компании B-Miner, GPU-48. По накладной шло три места, то есть сама ванна, насос в отдельной коробке и теплообменник. Вот этот насос, к слову сказать, смотрите сколько сейчас стоит. Это информация для тех, кто решит купить ванну отдельно, неукомплектованную, поверьте, выйдет даже дороже. Теплообменник искал у нас в городе, в наличии вообще ничего нет, все только под заказ и цены космос. Именно эта ванна единственная на рынке, которая мне понравилась из-за наличия тут вот таких вкладышей. Тут на видео один я достал, его нет сейчас. На самом деле в комплекте 6 пластиковых вставок. Каждая по сути представляет из себя корпус для материнской платы, видеокарты, блока питания. То есть в каждый картридж можно установить 8 видеокарт. Кабели питания тут, что немаловажно, полтора квадрат каждый, сетевые кабели и даже свитч в комплекте идет. Для жесткости по центру ванны единственная перегородка, то есть сюда можно устанавливать и видеокарты и асики. Дело в том, что большинство ванн на рынке имеют продольно-поперечные перегородки, то есть такие прямоугольные отсеки, куда вы кроме асиков ничего установить не можете. А здесь картридж можно вытащить и установить ванну асик, например. В моем случае будет и то и другое, но об этом позже. Еще у меня есть нестандартная идея использования, поэтому все зависит от ваших лайков. Если лайков будет много и я увижу вашу заинтересованность, то я конечно же своими идеями с вами поделюсь. В толстых трубах снизу отверстие, куда палец даже помещается. Отсюда холодная иммерсионная жидкость поступает в оборудование, оборудованием соответственно нагревается, поднимается наверх, откуда забирается циркуляционным насосом, охлаждается в теплообменнике и выводится опять обратно через трубы снизу. Силовые вилки питания тут не совсем стандартные, рассчитанные под мощные блоки питания фирмы Dell, которые лучше всего заказать у продавца вместе с этой иммерсионной ванной. Я их вам чуть позже покажу. Мне наверное повезло, хотя в ванной всего 6 отсеков, в комплект мне положили 16 портовый свеч. В левой части есть небольшое углубление, отдельный отсек, сюда стекает уже нагретое масло, там поплавковая камера, датчик температуры и сетка, которая очищает масло от различных загрязнений. Сетка заземлена. То есть у нас есть встроенная защита по температуре, на случай отказа внешнего контура и перегрева ванна отключится, и также защита на случай утечки масла. Если поплавок упадет, контактор отключится и отключится соответственно подачу питания. В коробочке все необходимые прокладки для того, чтобы подключить теплообменник и насос. В электрощитке верхний ряд автоматов 6 штук, то есть по автомату 20 амперному на каждый отсек. Справа розетка для удобства, чтобы мы могли свитч, например, в нее подключить. Внизу реле напряжения трехфазное, то есть если будет обрыв нуля и перенапряжение, ванна автоматически отключится. И датчик температуры, где мы можем сами установить необходимую температуру отключения. Собрано все и внешне хорошо и протянуто также на совесть. Я пробовал, брал отвертку, дотягивал, все протянуто, каждый контакт. Электрический ввод осуществляется в отдельном щитке, то есть сюда мы подводим кабель. Я подводил 5 жил по 6 квадрат каждое. Подключаем в трехфазный автомат. Нулевой синий кабель подключаем в колодку слева. Желтый кабель заземления, соответственно, в колодку справа. Справа от трехфазного автомата контактор. В случае срабатывания любой из защит он отключается. То есть либо это обрыв фазы, либо это перегрев, либо уровень жидкости. Как видите, дополнительно даже можно ничего не колхозить. Я, естественно, кое-какие мелочи доделаю. Но в целом решение полностью подключить. Купили, установили и забыли. В задней части кабель-канал. На пластике тут не сэкономили. Толщина его точно такая же, как и у самой ванны. Видно, что он достаточно толстый. Можно свой какой-то кабель продернуть, вовнутрь завести. Перед тем, как наливать масло в ванну, оставьте от задней стенки сантиметров 5-10, чтобы можно было в случае чего до кабель-канала добраться. Ну а вот сюда, в невидимую часть снизу, в разрыв кабеля, я установил умные реле. По плавковой камере утоплю датчик температур. И по мере излишнего нагрева, у меня платформы будут по очереди отключаться. Одна, вторая, третья. Ну то есть, чтобы не все сразу. Черный кабель без разъема, который тут. К нему масляный насос подключается. То есть тот, который шел в комплекте. Который будет качать масло через теплообменник. Сам же теплообменник никак не крепится. Он достаточно тяжелый. Просто ставится на специально отведенную под него площадку. И прикручиваются гайки циркуляционного насоса и гайка снизу. Под эту ванну необходима жидкость в объеме 320 литров. В компании B-Miner рекомендуют свою жидкость. Она на основе силикона. Но еще тогда по старому курсу цена на нее была 1000 рублей за литр примерно. Но в наличии не было, поэтому я заказал минеральное масло. Минеральное масло в несколько раз дешевле обойдется. Ну и тоже, как я считаю, неплохой вариант. В ванну я подключал кабелем 5 жил по 6 квадрат каждая. Нулевой, заземление и 3 фазы. Через трехфазный счетчик, про который я вам рассказывал в первой части этого видео. По витой паре к любой из платформ его подключу и буду мониторить потребление. Вместе с силовым кабелем заложил слабо точку для этих целей. Еще мне пришлось немного доработать электрощиток. Не этот, а тот, который повыше. Я добавил туда 3 автомата. Для включения внешних вентиляторов. Ну, тепловентиляторов. И еще один для включения насоса внешнего контура. То есть 2 автомата тут было у нас. Я их вот на такие худенькие поменял. И еще 3 дополнительных поставил. Ну, только смарт-роле на каждый риг. Я вам на них ссылки оставлю в описании под этим видео. Перейдете, посмотрите, какие я поставил. Остальное все стоковое. Слышали, как работает контактор. То есть защита по уровню жидкости исправна. Самое главное вам не показал, как все это выглядит. Вот так вот. То есть функционал ванной комнаты по сути не пострадал. Можно в ванну принимать. Я имею ввиду обычную, не иммерсионную. Нам ничего не мешает это делать. Слева от ванны поместится небольшая стиральная машинка. Под прошлым видео в комментариях были вопросы, как на троне сидеть. Ну, конечно же он сдвинется немного влево. И можно будет вполне себе комфортно сидеть. Я просто не стал это делать сейчас. Потому что часто туда подхожу. И мы с вами еще будем там кое-что дорабатывать обязательно в следующих видео. Сейчас вы можете наблюдать, как я неправильно подключил теплообменник. Но я его уже переподключил. Дело в том, что холодная вода в него должна подаваться снизу. А горячая забираться сверху. Как видите, эта ниша вполне функциональна. Ее можно использовать как полочку. Очень удобно. Ну, а благодаря тому, что иммерсионная ванна у нас стоит на подставке, есть возможность сделать сливное отверстие на случай утечки. То есть, если масло где-нибудь в районе теплообменника потечет, можно сделать отверстие для слива в канализацию. Ну, а то, что потечет сама в ванну, она, знаете, настолько толстая, что я это полностью исключаю. Ну что ж, ячейки достал. Теперь давайте будем наливать масло. Запись пошла. Пока масло наливаю, должен сказать, что первые дни, когда мы настраивали риги из-за программки NiceHash QuickMiner, я был по локоть в масле, потому что приходилось постоянно доставать, засовывать риги обратно. Оказывается, что карты RTX 3090 в большом количестве на последней версии QuickMiner работают, а потом зависают. Что мы только не перепробовали. В общем, не суть. Не об этом сейчас. Я имел в виду само масло. Оно, знаете, оно не как машинное. Оно больше похоже на то, на котором вы дома жарите. На руках не противно, как крем впитывается и легко убирается с рук обычной салфеткой. Видеокарты все равно год у меня на воздухе работали. Там, конечно, пыль мы ее всю не продули, хотя и продували воздушным компрессором. Очень хорошо все разбирали, максимально чистили. Но все равно грязь, она, в общем-то, в конечном итоге оказывается на фильтре. Оттуда легко убирается рукой, либо обычной тряпочкой. Просто за фильтром первое время нужно следить. Ну, то есть легкие частицы, те, что были на видеокартах в виде пыли, они осаживаются на сетке фильтра. Ну, а тяжелые частицы оседают на дне. Их нужно будет убирать каким-то насосом. Типа тех, что на Алиэкспресс продаются для замены масла в двигателе. Циркуляционные насосы, ни масляный, ни насос внешнего контура, они практически звуков не издают. То есть установка сама по себе, она практически бесшумна. Ее реально даже в полной тишине еле-еле уловимый такой писк работы мотора. Сейчас тут 320 литров иммерсионного масла. И когда сюда погружаешь оборудование, может быть уровень этого масла поднимается, но глазом это вообще неуловимо. То есть уровень жидкости от оборудования, он поднимается вообще незначительно. Я к тому, что если вы решите сэкономить и закажете сюда 300 литров, то с большой вероятностью, даже в случае, если вы ее полностью оборудованием заставите, вам может не хватить. Теперь давайте соберем риги. Блоки питания у продавца я заказывал отдельно. После того, как они приходят, их нужно разобрать, вытащить вентилятор оттуда и вместо него установить обманку. Материнская плата в картридж устанавливается при помощи обычных саморезов-клопов, которые в любом строительном магазине продаются только когда будете их закручивать, до конца тянуть не надо. Наживили немножко и хватит. Никуда она не денется. Все бумажки от материнской платы, память и SSD-шника лучше оторвать. То же самое нужно проделать с видеокартами. Видеокарты разбираем, вентиляторы с них снимаем, они нам не нужны. Заодно меняем термопасту, собираем обратно, радиатор, плату хорошо продуваем воздухом. Это видеокарта RTX 3070, а вообще в каждый риг я устанавливал 6 видеокарт RTX 3090 и 2 видеокарты RTX 3070 для распределения электрической нагрузки, потому что блок на 2700 ватт максимум. Наверное все видели, да, сколько сейчас видеокарта стоит, и прежде чем опустить вот такой готовый собранный риг в масло, я попробовал отдельно на блоке питания. То есть я его утопил, измерил напряжение, понял, что все отлично работает, и уже после этого погружал видеокарты. Честно, если было страшно. Как я уже говорил, блоки питания эти я так же, как и саму ванну, заказывал в компании BeMiner. Они их сами распаивали, у них 8 разъемов снизу для питания материнской платы, то есть для питания видеокарт снизу, и 16 разъемов 6 плюс 2 для питания видеокарт. Обманку вместо вентиляторов в блок питания нужно обязательно ставить, иначе он не запустится. Ну а вот что касается вентиляторов самих видеокарт, тут можете не беспокоиться, похоже, что им вообще без разницы. Они и так, и так работают, никаких ошибок не выдают. Соответственно, когда мы снимаем вентиляторы с видеокарт, то они на пару пакетов полиэтиленовых с вентиляторами начинают потреблять меньше. Прежде чем окунуть риг в масло, его можно, в принципе, без вентиляторов запустить, главное майнинг не запускать, чтобы ничего не перегрелось, и убедиться, что все видеокарты определились, что все у вас отлично работает. Ну вот, в общем-то и все. Если все хорошо определилось, идем купать девайсы в масле. Как я уже говорил, из-за последней версии квикмайнера настраивал я все это дело дня три, наверное. Но оказалось, что проблема была просто на уровне софта. Я сюда не все свое железо погрузил. Один риг у меня на воздухе вместо батареи в квартире работает. В ванной сейчас примерно 6 киловатт электрической мощности. Пустые отсеки я обмотал пищевой пленкой, ну то есть, чтобы масло в большей степени циркулировало через риги и лучше охлаждало видеокарты. Если внимательно посмотреть, даже видно, как теплое масло поднимается вверх. И уходит в сторону. То есть, если нужно какую-то видеокарту вычислить, мы просто ее одну включаем или одну выключаем, и внешне это будет видно, какая-то видеокарта. В случае какой-то поломки, неисправности, там, не знаю, термопасты, термопрокладок, если будет необходимость поменять, ее можно будет идентифицировать таким образом и вытащить из рига. В случае с видеокартами RTX 3090 проблема с перегревом видеопамяти ушла на второй план. То есть, если раньше она была в районе 100 градусов, то сейчас это 80-90. Видимо, сухие термопрокладки напитываются маслом и тепло начинает отлично отводиться. По поводу температур и по поводу того, как справляется внешний контур. Сейчас, пока на улице отрицательные температуры, пусть и хоть около нулевые, 6 кВт мощности, внешний контур отводит без проблем. Но я говорил, что тут будет еще и асик. Асик вот такой вот, с 19-й. Он в стоке потребляет 3,5 кВт мощности, но я его хочу отдать на переделку. После переделки он будет выдавать больше хешрейта и потреблять 7 кВт. И вот тогда контур точно не справится. Пока что его вот так разобрал и блок питания с контрольной платой отдал переделывать. Обещают 170 мегахеш. Ну что ж, когда придет, посмотрим. Поэтому не забудьте поставить лайк под это видео. Значит, чтобы все это дело вместе с асиком не перегревалось, в планах на выходе внешнего контура поставить еще один теплообменник, который я уже заказал, и доохлаждать его водопроводной водой. Когда лютая зима, должно и так все хватать, охлаждаться, ну а когда не будет хватать, тогда будем доохлаждать воду и посмотрим, насколько эффективно этот метод будет работать. Мне самому лично очень интересно. Если вам интересно, то обязательно ставьте лайки под это видео, буду снимать продолжение. Если лайков будет мало, соответственно, продолжения не будет. На сайте продавца написано 0,3 куба воды в час нужно для охлаждения 10 кВт оборудования. Вот мы и посмотрим. Я заказал балансировочный экран, на котором можно установить точный расход воды. Как я и говорил ранее, функционал ванной комнаты практически не пострадал. После завершения всех переделок трон мы немножечко левее передвинем. Стиральная машинка небольшого размера там отлично впишется слева от ванны. Дверь ванну я тоже решил немного усовершенствовать, но там понятно сигнализации камеры колючая проволока по периметру. Все меры безопасности естественно нужно было соблюсти. Так что вполне себе жизнеспособный проект получается. И на сегодняшний день я очень доволен результатом. Посмотрим, как будут обстоять дела летом. Лично для меня этот проект очень интересен с точки зрения его реализации. Это новый опыт иммерсионное охлаждение это то, что я всегда хотел и наконец-то сделал. Теперь нужно только наблюдать, экспериментировать, а это пожалуй самое интересное. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан. Не забывайте ставить лайки. Надеюсь это видео вам было интересно смотреть. Спасибо, что досмотрели. Добра вам всем, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока.